МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Собственное производство всеми любимого летнего лакомства открыла Архангелогородка. Чем удивляют и где можно оценить изысканные вкусы? Но вначале архангельские полицейские задержали новодвинца, который снабжал наркотиками жителей областного центра. 20-летний юноша промышлял в округе Майская горка. При нем было обнаружено 23 свертка с неизвестным веществом, которое эксперты определили как наркотик в крупном размере. По имеющимся данным, молодой человек приобретал наркотические средства в теневом сегменте сети интернет, после чего распространял их на территории города Архангельска бесконтактным способом, оборудуя так называемые тайники-закладки. Ранее задержанный уже был судим и отбывал наказание за аналогичные преступления. И вот очередное уголовное дело. Новодвинцу грозит от 10 до 20 лет тюрьмы. А вот жители Северодвинска обвиняют в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Как сообщила пресс-служба регионального ФСБ, обвиняемый, не имея специального разрешения, приобрел у знакомого 240 охотничьих патронов. А еще 14 штук изготовил сам. Все это он хранил на даче. Полиции был обнаружен там и самодельный пистолет. Уголовное дело рассмотрит Северодвинский суд. За совершенное преступление обвиняемому может грозить реальный срок до 5 лет. К другим темам. В Архангельске продолжается капитальный ремонт школ, который идет в рамках поручения президента. Где-то учебный процесс прерываться не будет. Работы проведут в несколько этапов. Но вот в 23-й школе масштаб ремонта такой, что временно двери здания пришлось закрыть. Тему продолжит Лидия Папуш. Четыре школы Архангельска попали в федеральную программу капитального ремонта, инициированную президентом. Одна из них – 23-я. Здание еще сталинской постройки 1936 года. Во время Великой Отечественной войны здесь располагался госпиталь. В прошлом году школа отпраздновала юбилей – 85 лет. А капитальный ремонт такого масштаба проводится впервые. И поводов начать его действительно было много. Один из них – трещина на фасаде здания. Да и сам он сильно обветшал. Потому первым делом строители начали подготовку к нанесению новой краски. Сделаны все обработки. Камнеукрепитель нанесен на стены, блокиратор солей, биоциды. Нанесен основной слой штукатурки известковой. И частично нанесен финишный слой штукатурки. Финиш всех работ в мае 2023 года. Зимой здесь проведут работы по всем системам коммуникаций. Проведут новую электрику, установят скоростной интернет и современную систему видеонаблюдения. Однако при всей современности и комфорте одно из главных желаний коллектива школы – сохранить уникальность довоенной постройки. Рабочие ставят специальные рейки, чтобы не отклоняться от первоначальных архитектурных решений. 30% работ, которые запланированы на первом этапе, уже выполнены. Мы все ожидали, конечно, этого ремонта. Конечно, хочется работать в отличных условиях, в современных условиях. Это приятно работать учителям, учиться детям, приятно заходить в школу, чтобы было. Мы всегда пытались поддерживать своими силами внутри уют, но сами понимаете, что технологии на месте не стоят. И помимо того, что ремонт будет проведен, мы планируем еще закупку нового оборудования. Договор с подрядчиком заключен на 125 миллионов рублей. Ход работы регулярно инспектируют представители городской администрации, ну и, конечно, руководство школы. На время капитального ремонта здания ребята будут учиться в двух школах, расположенных рядом с 23-й. Лидия Папуш, Виолетта Копылова, Ольга Красулина, Регион 29. Круглый фундамент, разноцветная купольная крыша, 19 окон, два этажа и только одна внутренняя стена. Так сейчас выглядит дом мечты для молодой семьи Искоряжмы. Его возведение продолжается вот уже 9 лет. Во сколько обходится строительство и близко ли его завершение, об этом и не только героев расспросили мои коллеги. Любовь не проходит, а только крепнет вот уже 9 лет. Столько семья Искоряжмы возводит свой дом мечты. Локацию выбирали долго, остановились на окраине соседнего поселка Черемушский. Тут, кстати, круглосуточное видеонаблюдение. И наблюдать действительно есть зачем. Домостроительное реалити началось с проекта. В голове все изюминки купольного дома складывались легко, а вот к реализации пришлось без преувеличения подключать мировое сообщество. Есть метод коннекторной сборки, там такие железные трубы. Вот эти лучи собираются между собой в железные трубки. А есть без коннекторов, это чисто деревянный каркас. И вот мы увидели такой способ и купили у одного американца этот способ. Диск с подробной инструкцией по сборке обошелся молодой семье в 300 долларов. С этой суммы и начался подсчет трат на строительство. Мы считали изначально, ввели подсчеты, то есть у нас все записано в таблицах, сколько что стоило. То есть, ну, я так, ну, около трех, может быть, миллионов. Но просто сейчас говорить об этих цифрах не актуально, потому что это было давно. Мы закупали сразу же очень много, большой объем материала, то есть на несколько этапов. Сперва был, конечно, фундамент. Это утепленная шведская плита со всеми инженерными коммуникациями. Утепление холофайбером. Самая трудоемкая впереди – отделка. Первый этаж – это 90 квадратных метров, на втором еще 60. Более того, что-то из смонтированного ранее уже стоит переделывать. Отрывай, отрывай. Ну, когда нету помера, и плите все, и плите. Кстати, маленькие помощники, как и планировали родители, обосновались на втором этаже. Здесь по задумке впишутся стеклянные перегородки, а через них будет виден зимний сад. Артемий Заварзин, Виктория Кивишес, Вадим Бабенко, Регион 29. Ну, а сейчас поистине летняя тема, но с необычным оттенком. Представьте себе мороженое со вкусом бородинского хлеба на костре, елки или, к примеру, щавеля и можжевельника. Ко вкусам, которые придумывает кондитер из Архангельска Ксения Корнеева, теперь прибавился еще один сезонный – мороженое со шпинатом и лесными травами. Алексей Макеев попробовал первым, и вот его впечатление. Маленький эксперимент. Определить по запаху ели можжевельник. Даже если не сразу понятно, он все равно родной, знакомый с детства. У тех, кто родился на севере, это на подкорке. Запах малой родины. Я даже боюсь попробовать, что здесь. Ну, давайте, может быть, действительно получится угадать. Мороженое из... Цветы, что ли, луговые? Я не могу определить, что это такое. Что здесь? Это эксперимент сбора северных трав. У нас здесь шпинат в основе, щавель, наша любимая трава, и немножко дикой мяты. За рецептурой стоит знание дела. Кондитер из Архангельска Ксения Корнеева долгое время работала в общепите. Но захотелось творчества и эксперимента, чтобы каждый вкус был цельным, за ним история, причем довольно глубокая. Ведь еда – это эмоции. Ну, вообще, мы вот эти вкусы, которые вот сумасшедшие, да, лесные и копченые, мы их продумывали исключительно для себя. Я была уверена в том, что покупателей на эту историю не найдется. Поэтому такой, сейчас, ажиотажный даже спрос, я бы сказала, вокруг именно северной линейки меня удивляет. Именно детские воспоминания вдохновили на создание мороженого со вкусом ели. Или, к примеру, сочетание зеленого чая из щавеля, черники и можжевельника. Бородинский на костре у нас один из самых популярных, причем мне честно говорили, что, ну, не думали, что хоть кто-то у меня его купит. Сейчас он самый популярный, и бородинский на костре – это тоже вкус детства, когда вы хлеб жарили на углях. В детстве, знаете, тоже жарили, наверное. Он падал в угли, всегда ели все, чумазы. Шпинат в этом списке впервые. Эксперимент для телеканала «Регион-29». В новом деле сегодня нельзя мыслить шаблонами. У северян есть переживания и чувства, которых нет у людей из других регионов, и можно вложить их в свои блюда. Мороженое тоже натуральное, без единого консерванта. Я думала, что это невозможно. Но полгода я, как, видимо, человек азартный, все-таки добивалась и добилась этой истории. Только сливки, желудки и сахар. Все, дело только в пропорциях. А дальше дело за наполнителями. Дерзкие сочетания. Помимо вкусовых, у человека вызывают эмоциональную реакцию и воспоминания. Первыми заказчиками проекта стали новые кофейни. С ними легче. Они тоже хотят выделиться и удивить гостей тем, до чего еще не додумался ни один маркетолог. Никто не увиливал, не говорил. Но только четко, что знают, то и говорят. Это удивительно. Мне кажется, это очень классно, когда мы друг другу помогаем, а не конкурируем. Во времена всеобщих ограничений это особенно ценно. Однако только производством мороженого проект Ксения и ее супруга вряд ли ограничатся. У них есть мечта открыть собственное кафе. Вот такая вот история получилась. Все, у нас заморозилось. Сейчас постараемся накатать шарик, но я не уверена. В себе сейчас. На самом деле беспокоиться не о чем. Эксперимент показал, что первые дегустаторы довольны, а форма и товарный вид скоро добавятся к новому и неожиданному вкусу. Алексей Макеев, Ольга Красулина, Регион 29. На этом пока все. Итоги дня подведет мой коллега Артемий Заварзин. Вечерний выпуск новостей в 19 часов ровно. Ждем вас у экранов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова